Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск Russian Progress. Сегодня на канале гости Юля с канала Russian Connection. Привет-привет! Или Connection Russa. Исак, помните. Да. Юля, привет! Привет! Как у тебя дела? Отлично. Я сегодня иду гулять вечером с моими подружками, с которыми я не виделась полгода. Поэтому всё супер. Всё супер. Кстати, мы записали только что выпуск на канале Юли. Там в основном я отвечал на вопросы, поэтому ссылка в описании. Сегодня я буду задавать вопросы Юле. И ты в Петербурге недавно, да? Мы с тобой, кстати, уже общались. Я был в Сочи, ты была в Аргентине. Но тогда была не очень связь. И, ну, сейчас будет гораздо лучше. Так что некоторые вопросы, может, будут повторяться. Но они будут в лучшем качестве, вот. Как долго ты в Петербурге? Уже практически неделю. Я приехала в воскресенье. Так что завтра будет неделя. Но это тот случай, когда неделя пролетела как один день. Я не могу поверить, что прошла неделя. Я ничего не успела сделать. Да. А подожди, ты же до этого ещё была в Питере. Вы записывали вот тоже видео с девчонкой. С Дашей. Я записывала видео в апреле. Я приезжала в апреле, но буквально на две недели. И всё было бегом-бегом-бегом. И с Дашей мы встретились буквально на полтора часа. У меня было всё по счётчику. Мы пошли с ней в парк. Честно отсняли видео, поболтали 15 минут и разъехались. Хочу, кстати, написать Даше и встретиться нормально ещё раз. Да, ты, кстати, молодец, что я вот в Питере, по сути, проездом. И не планировал ничего записывать. Но ты написала встретиться, записать. Это здорово. То есть ты всегда стараешься вкладываться в проект, что-то записывать. Ну, не упускаешь возможность, да? Почему нет? Да. Ну да. Да. Ну, мне нравится, во-первых, знакомиться лично с людьми. Да, мы сегодня лично познакомились живую. С людьми. У меня вообще в этом месяце интересно. Вот недавно в сентябре я встретилась с моей студенткой в Познание. Приехала в гости, она из Познания. И мы с ней погуляли по городу, было классно. А на этой неделе так получилось, что мой студент из Англии приехал в Питер на эти же числа, что и я. И мы провели урок в оффлайне, вживую. И я, честно говоря, получаю большое удовольствие от этой динамики встречаться с людьми, которых ты видел, про которых ты что-то знаешь, но вот ты их переводишь из виртуального мира в реальный. Да. Ну, это, конечно, очень важно делать, мне кажется, потому что ты никогда не будешь иметь полное представление о человеке, даже если ты с ним сто раз пообщаешься, но онлайн пока не встретишься с ним. Вот. Когда встречаешься, ты сразу же видишь больше человека. Это забавно, да, это забавно, по крайней мере, видишь в полный рост человека, и, например, тебя может удивить, что он слишком высокий или слишком низкий. Да, как в моём случае, например, да? Про тебя я не подумала. Ну, кстати... Я примерно представляла тебе так, какой ты есть. Да. И я тоже, у меня никакого диссонанса не случилось, когда я тебя увидел, потому что обычно ты как-то дорисовываешь, что-то додумываешь, вот, но тут прям ты такая же, как ты на видео, короче, вот. Сама естественность. Ну, круто-круто. И, слушай, ну расскажи мне про Познань. Мне дико интересно, потому что я учу польский язык. Никогда не был в этом городе. Супер, классно. Классно, понравилось. Я тебе советую. Ну, мой опыт визита в Познань, он довольно ограниченный, потому что я жила в Берлине прошлый месяц, весь сентябрь, и я переехала туда просто, чтобы пожить. Ну, переехала, можно сказать, когда ты живёшь три недели. Ну, поехала на время. Поехала, да, на время просто, чтобы пожить в другом месте, то есть не по какому-то определённому поводу. Вот. Но выходные, даже учитывая, что три месяца всего лишь ты в Берлине, выходные для меня нужно было поехать куда-то ещё. Ну, я поехала поздно. Три месяца или три недели? Ой, извини, три недели. Три недели в Берлине и на выходные ты в Познань. И на выходные. Почему именно Познань? Потому что Польша рядом, в Польше я никогда не была, и из крупных городов Познань была довольно близко, но я про Познань узнала только когда мы занимались студенткой, она мне сказала, что она из Познани, я сразу прогуглила город, я всегда так делаю, и я смотрю на эти красивые домики. Пряничные. Да, пряничные, вообще красота. Добавила себе их в список, но так как всё-таки город не столица, в такие города трудно уехать на выходные, допустим, из Барселоны, где я живу, там, или из Питера. Ну, конечно, да. Это рейс с пересадками, дорого, вот. А здесь на Блаблакар я доехала за три часа. В общем, в субботу туда, в воскресенье обратно. Два дня, в принципе, хватит, чтобы поверхностно посмотреть город. Но я в основном гуляла по центру, как турист среднестатистический, фотографировала эти домики. Ну, красота. Вообще, все говорят по-английски, меня очень удивило. Да, 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 я согласна. Да, ну, круто-круто, поздно, я вот не был. Был в Варшаве и Кракове только. И, кстати, тема Польши, она на этом канале актуальна, потому что многие зрители из Польши, это тоже для меня было удивлением. Ну, первая страна это США, потом у меня Италия, по-моему, потом Польша. У тебя какие страны, кстати, кто, откуда смотрят ребята? В Инстаграме или на Ютубе? Ну, давай в Инстаграме, потому что ты там активнее, ну... В Инстаграме я активнее, да. Ну, если учитывать статистику Спотифая и Инстаграма, то в основном тоже США, из Мексики смотрят многие, Бразилии, из Бразилии, из Турции, из Индии, по-моему, да. Из Индии что-то я вообще как-то не видел никого, у меня ни одного ученика из Индии не было, что-то ребята... Где вы? Где? Срочно пишите. А Ютуб, честно говоря, я до сих пор не понимаю, как смотреть там статистику, так что не знаю. Понятно, понятно. Ну, интересно, а чем сейчас вообще занимаешься? То есть Инстаграм, Ютуб, что у тебя главный приоритет? До этого момента у меня был приоритет, это то, что я могла делать, это был Инстаграм. Было, наверное, легче начать. Вообще я начинала без каких-либо амбиций, и мой проект возник как результат, как желание помочь моим же студентам, которые у меня были до пандемии еще. И у многих студентов в основном, да, урок раз в неделю. И что получается, что у многих не было возможности практиковать или смотреть дополнительные материалы, они не знали, где что делать. Я завела Инстаграм для этого. Они все на меня подписались, чтобы там между вторником и вторником у них каждый день была маленькая порция информации. Ну, то есть студенты мои в основном на тот момент были те, кто не собирался учить быстро. Им нужен был какой-то определенный уровень, ну, там маленькие слова, пять минут в день. Вот, для этого я завела. Потом на меня стали подписываться другие люди. Я подумала, людям интересно, я буду это делать. И про твой вопрос. Сейчас в моих планах развивать больше YouTube, потому что я немножечко переросла в формат маленьких видео. Мне очень нравится, но мне бы хотелось оставить видео в Инстаграме более такими карикатурными. Например, формат вот этот Edutainment, да, ты знаешь, Education plus Entertainment. Для меня он, ну, сейчас то, что мне больше нравится, зашёл как-то мне этот формат. И в Инстаграме я бы оставила его, а более такие солидные видео, более длинные, я бы опубликовала на YouTube. Ну, трудно в маленьких видео что-то объяснить. Конечно, да. То есть в изучении языка за минуту, за пять минут ты ничего не сделаешь. Ты можешь какие-то подметить, там, ну, пять главных ошибок в русском. Ты можешь быстро избавиться от них, но всё равно тебе нужно часы и часы слушать контент. И вот сегодня мы как раз записали у тебя подкаст на целый час. Можете слушать. Да. Момент такой, я хотел тебя спросить. А в TikTok ты есть? В TikTok я есть, но я публикую раз в шесть месяцев. Как ты говорил, только, ну, то есть спонтанно опубликую одно видео и через шесть месяцев опубликую другое. У меня есть какая-то аудитория, но я публикую только на испанском. А, для изучающих русский всё равно. Для изучающих русский, но на испанском. Для совсем начинающих, там, алфавит. Просто TikTok это как раз таки... Ну, сейчас уже не знаю, но когда он появился, это было что-то новое в плане, ты мог легко выстрелить, мог легко стать популярным. И можно было бы, по сути, дублировать, то есть контент, который ты уже в Инстаграме делаешь, то есть на TikTok, и это было бы больше, более популярно, может быть, чем в Инстаграме. Хотя у тебя уже там довольно это популярно, то есть у меня никогда таких цифр не было в Инстаграме. Вот не думала об этом, чтобы в TikTok что-то... Думала, надо позаняться, да. Я так в TikTok вообще стараюсь даже не заходить, не зарегистрироваться, потому что я боюсь, что меня это затянет, и я буду просто сидеть вот так вот. Ну и как создатель тоже... Я не думаю, что ты будешь сидеть. Да, что бы я там делал? То есть я записываю подкасты, видео. Хочу, чтобы люди слушали это всё долго. А там, опять же, это... Да, это короткие видео. Мне нравится формат коротких видео. Мне нравится... Я сама в изучении языков его использую. То есть на кого я подписана в Инстаграме, это на всех учителей, там, всех языков всевозможных, которые я изучаю. И да, ты не выучишь язык через Инстаграм, но какое-то слово, которое я увижу у одного, у другого, у третьего, ну, почухоньку запоминается. То есть здесь уже это либо мотивация, либо выбор. Иногда мне просто нравятся эти люди. Ну, мне нравятся короткие видео. И в ТикТоке мне нравится, что можно сделать более такой неформальный формат... Неформальный формат? Неформальный вариант. Но, честно, я не провожу там время, поэтому мне и публиковать сложно, и очень редко захожу. Я вообще очень редко листаю в последнее время ленту социальных сетей. Да, да. Я стараюсь тоже себя ограничивать. Ну, сейчас я расслабился, но вообще у меня такая система. Я захожу в соцсети и русскоязычный идут после шести. То есть чтобы я днём что-то делал полезное, там, подкасты слушал, аудиокниги, и музыку тоже стараюсь слушать, потому что, ну, это лёгкие дофамины. Вот. А когда ты всё это переносишь на вечер... Ну, потому что у меня был опыт, когда я просто отказывался вообще всех соцсетей от Инстаграма на месяц, и это прям, ну, грустно, потому что ты не можешь... Ограничен, то есть не можешь ничего публиковать. Да. Хотя хочется там какую-то, ну, даже фоточку, не знаю, или какую-то идею. Вот. Но сейчас я начал делать по вечерам, и это очень эффективно, то что ты всё-таки делаешь что-то полезное днём, и вечером у тебя есть такое вознаграждение... Нисциплина. ...за то, что ты там старался. Вот. Ты знаешь, а я бы хотела... Я иногда хочу сесть и листать ленту Инстаграма, но я просто не успеваю этого делать. То есть я знаю, что... У меня есть правило. Правило касательно всех девайсов. Я не притрагиваюсь к телефонам, айпадам, там, кроме экстренных случаев, в первые два часа после того, как я встаю. То есть утром у меня есть там моя утренняя рутина, я читаю что-нибудь, но я могу использовать для перевода, но я не открываю уже много месяцев, даже, наверное, лет, я не открываю социальные сети утром, и три часа до сна я тоже ничего не смотрю, потому что я знаю, что для моей нервной системы это не лучший выбор. Да. Поэтому у меня остаётся время в рабочие часы, и я не успела этого делать. Иногда мне хочется... Ну, иногда, знаешь, раз там в две недели я сяду и смотрю ленту, и смотрю. Да. Ну, классно, я вот тоже... Я слышал, конечно, тысячу раз, что перед сном не стоит смотреть в экран, чтобы хорошо спать, и утром не стоит, наверное, сразу залезать в соцсети, но пока ещё это не пришёл к этому. Ну, это имеет обратную сторону, например, вот особенно в последнее время у меня получается реже и реже публиковать, например, из-за этого, потому что это баланс работы, то есть я залезаю в социальные сети, захожу по большой части как мой проект, не как пользователь обычный, и лишая себя этого, у тебя этот баланс между работой и жизнью немножко нарушен. Ну да. Но я, кстати, вот Инстаграм никогда не рассматривал как именно мою рабочую площадку, то есть это просто место, где я анонсы делаю. Я пробовал, конечно, были попытки какие-то, ну, подобные видео как-то делать, но они не особо были популярны, и мне как-то... Во-первых, это очень много работы, и я больше верю в подход записать подкаст, выложить и пускай слушают, потому что, ну, это более сложный контент. То есть я, в принципе, специализируюсь на более таком продвинутом уровне, а вот эти видео, они для больше начинающих, продолжающих, вот. Ну и, в принципе, мне Инстаграм, его идеология, философия не очень нравится. Это потребление бесконечности, ты скроллишь, 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 показываешь там свою жизнь, там, хвастаешься отчасти, там, или завидуешь, что у кого-то какая-то жизнь. То есть, конечно, это не обязательно должно быть так, но у меня вот Инстаграм с этим ассоциируется. Плюс там много рекламы. И сейчас, кстати, такой тоже лайфхак, может, кому-то будет полезно. Я скрыл всё, просто абсолютно всех. То есть там можно скрыть истории публикации. И когда я хочу посмотреть истории какого-то человека, я его нахожу и смотрю. Ну, там, например, истории, которые у меня посмотрели, и смотрю там, вот. Это мне интересно посмотреть. Потому что иначе ты начинаешь интересоваться жизнью людей, с которыми ты один раз увиделся, там, познакомился, и всё, они у тебя постоянно мелькают, ты их видишь, зачем? То есть лучше, ну, по-другому как-то тратить своё время. Я, в принципе, да, так всегда. Есть люди, на которых ты подписан, потому что надо. Ну, мне интересно наблюдать за жизнью людей, которые мне интересны. Я люблю наблюдать. Это какой-то контакт минимальный, который ты сохраняешь, особенно в моём случае, потому что я живу постоянно вдалеке от моих друзей. Это просто моя головная боль. Мои, ну, друзья, так сказать, ну, не со школы, с университета. Они здесь живут, в Питере. Потом, когда я уехала в Аргентину, у меня появились там мои друзья, по которым я тоже скучаю. Я их бросила, я уехала в Испанию. И, получается, все мои друзья всегда в других местах. И мне нравится хоть каким-то образом, знаешь, участвовать в их жизни, потому что иначе это редкие звонки, у всех всегда много дел, раз в месяц какой-то разговор. А так ты видишь, что происходит вообще в этом плане. Нет, в этом есть, конечно, плюсы. То есть любым инструментом можно пользоваться и хорошо, и плохо. То есть смотря, как ты всё это адаптируешь под себя. Ну, давай перейдём, наверное, вот соцсетей к чему-то более интересному, например, к твоим перемещениям жизни в разных городах и странах. Опять же, мы на стриме говорили об этом, но я пропадал из-за плохой связи. Да. Как-то это всё было супер. Было сумбурно. Сумбурно, да. Вот. Что я хотел спросить. Ты сказала вначале, что ты живёшь в Барселоне. Сейчас, да. То есть это главный твой город, твоя локация. Да. 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 Why? Por qué? Por qué sí? Por qué no? Это было не... Вообще, я сразу скажу, я считаю, что Барселона – один из лучших городов в мире. Я тоже так считаю. Я согласна. Если рассматривать выбор города вот по функциональным признакам, честно, это вопрос, который я постоянно поднимаю. И недавно я как раз об этом думала. Где бы хотелось жить? Сложно, конечно, выбрать, но Барселона – это одно из тех мест, в котором я бы могла представить себе жизнь, жить всю жизнь. Хотя, скорее всего, это будет не так. Но мне нравится, что, во-первых, город не огромный, в отличие от, там, Мадрида, скажем, или Москвы, не знаю, Питера. То есть он меньше, да? Да. Миллион человек живёт в городе. Ой. Да? Или... Ну ладно, не важно. Ну ладно, не важно. Может быть, три. Город небольшой. Ты всё-таки имеешь, наверное, в виду его размеры? Размеры. Да. Город небольшой в этом плане. Конечно, для кого-то он большой, для меня он небольшой. Но плюс я живу в центре, не на окраине, не на окраине. И это очень удобно в плане того, что ты не тратишь время, если тебе куда-то надо пойти. Например, здесь, вот сейчас неделю я в Питере, я каждый день домой перехожу в 10.30, потому что с кем-то ты встретишься в 7.30, 8, пока 2 часа вы поговорите, пока ты едешь домой час. Очень поздно. Нет, ну жить в центре, в принципе, это лучший вариант. И, ну, я вот, например, в центре живу, и я кайфую от того, что ты пешком везде можешь или на велосипеде. Но всё равно, даже учитывая, что ты в центре, то есть здесь центр очень большой. Да, да. Но это плюс, потому что здесь три центра, как минимум. Это Петроградка, Васильевский и сам центр-центр. Вот. И это такое разнообразие, которого не хватает в других городах России, точно. Вот. Для тебя это плюс, для меня это скорее минус. Мне некомфортно жить в большом городе, потому что я ненавижу тратить время на дорогу. Я чувствую, что это время, даже если я слушаю, а я всегда слушаю подкасты или что-нибудь читаю, да, никогда не тупо смотрю в стену метро, но всё равно. Это то время, которое нужно учитывать. Не знаю, мне это не нравится. Но Барселоне, насколько я знаю, очень развитые велодорожки, да? Да, да, да. Можно на велике перемещаться. Я активно пользуюсь велосипедом, да. Мне нравится... У меня нет велосипеда, но я плачу ежегодный взнос и могу пользоваться велосипедом из... Блин, круто, круто. Какие ещё вот... Что тебе ещё нравится в Барселоне? Море. Там есть море, это очень важно. Природа для меня, это самое важное. Море и горы. Я очень часто хожу, в отличие от коренных жителей Барселоны, на пляж. Летом я как на работу. Каждые выходные и на неделе хожу на пляж. И есть горы. Буквально в часе езды от города ты можешь гулять по национальным заповедникам, по паркам, собирать... Я поднимался на вот эту вот церковь там... Тебедава. Да. И вообще Барселона — это город, который я обходил... То есть это рекорд. Я там прошёл 40 километров в день. Никакой другой город я так не исследовал, потому что он действительно очень интересный. Готический район, квартал. Потом вот эти дома... Ну, квадратная вот эта планировка домов. Очень тоже интересно посмотреть. Ну, да, супер город. Я слышал, что в Барселоне, вот чтобы приехать просто снять жильё, тебе нужно чуть ли не полмиллиона рублей на то, чтобы заплатить там риэлтору, на то, чтобы снять квартиру, на то, чтобы там... Отопление очень дорогое. Вот ты как местный житель, ну... Это правда. Вообще сколько живёшь там лет? Два года. А, два года? Чуть-чуть больше. То есть реально Барселона — это супер дорогой город, и всё суперсложно в плане бюрократии, там. Ну, смотри. Как дела абсолютно? В Барселоне произошло следующее. Туда стали переезжать многие компании, в том числе и США, IT-компании. И это как мини-кремниевая, да, так сказать. Ну, конечно, не сравнить. Но из-за того, что много специалистов перестало переезжать туда, цены на жильё, они взлетели до безумия. И это проблема. И я прекрасно понимаю жителей Барселоны коренных. Я знаю ситуации, когда, допустим, взрослая пара, там уж жена в разводе, в возрасте 60 лет на пенсии, или 70 на пенсии уже, вынуждена уезжать из города, потому что они по отдельности не могут позволить себе жильё. Короче, места не хватает. Мы можем много тем ещё обсудить. Думаю, ещё встретимся где-нибудь, может, в Барселоне или Буэнос-Арисе. В Перми, где угодно. Я хочу поехать в Новосибирск. В Новосибирск обязательно приезжай. Да, и все приезжайте в Новосибирск зимой. Спасибо тебе. Очень интересно пообщаться. Спасибо, что поделилась опытом. Переходите на канал Russian Connection. Все ссылки в описании. И там будет ссылка на наше тоже интервью, наш разговор про путешествия. Где Артём рассказывает о том, как он путешествует. Да. Спасибо тебе. Пожалуйста. За приглашение. Да. В общем, всё. Всем хорошего дня и до встречи. Пока-пока. Адьёс.